ВИЧ, то есть вирус иммунодефицита человека, вызывающий заболевание СПИДом, единственный из всех болезнетворных организмов, покоривший планету всего за одну треть жизни поколения. Бывший министр здравоохранения США Эверет Куб считает, что до сих пор не было болезней, способной уничтожить все население. Джереми Афилмс представляет телевизионный фильм «Выбора нет». Я хочу познакомить вас с одним маленьким мальчиком. Его зовут Джеймс. Ему всего шесть лет, а он умирает от СПИДа. Его родители Рик и Руби поженились 3 декабря 1983 года. В день свадьбы они не подозревали, что один из них инфицирован вирусом СПИДа. На следующий год у них появился маленький Джеймс. Для Рика, который как раз собирался после окончания колледжа получить диплом биолога, будущее оказалось безоблачным. Но неожиданно в семье начались болезни, и всем троим был поставлен одинаковый диагноз СПИД. В течение года после этого Рик и Руби умерли, и теперь все заботы о маленьком Джеймсе легли на плечи дедушки и бабушки. До того, как узнать о своем заболевании, мой сын и его жена прожили вместе 4 года. Моему внуку было тогда 3. Ясно, что один из супругов заразился еще до свадьбы. Но семья была гетеросексуальной, и мысль о СПИДе просто не приходила на ум. Да и в клинику они обратились без малейших подозрений, но там им сразу же предложили пройти проверку на СПИД. У моего сына был рак печени и костей тазовой области, а также рак спинного мозга. У его жены рак мозга и обширные опухоли в области головы. Она страдала от внутрежелудочных кровотечений. Сын был смелым человеком. Я помню, как он пришел ко мне и сказал, «Мама, у меня СПИД». О, Боже, это все, что я тогда смогла произнести. А он добавил, что собирался прожить, по крайней мере, до 60 лет, и просил меня не жалеть его, потому что, по его словам, боли не испытывал и не хотел, чтобы я мучилась вместе с ним. И хотя физические, материальные и эмоциональные ресурсы были почти исчерпаны, пожилые люди бороться с ним, но в эти дни были для него чуть полегче. И среди прочих физиологических сложностей, пищу Джеймса уводили непосредственно в желудок. Джеймс мучается. В его сердце кровь поступает по трем трубкам, вживленным в главную артерию. По двум трубкам в его желудок вводится пища. У него была гастростомия, и он мучился от боли. Острая боль, самая страшная. Иногда дела шли так плохо, что он буквально накачанный лекарством и спал в течение всего дня. Нам приходилось будить его, дабы убедиться, что он жив. Худшими для нас были те дни, когда он совсем не общался с нами, потому что был невменяем. Мы с мужем сутками не отходили от него. Субтитры создавал DimaTorzok